Мне кажется, да, кстати, он стримит, он стримит. Так, ну это опасно соперники, какие-то стримеры у нас опасные пошли, собрались. Или нет? К Марию хорошо отношусь. А, у него упал стрим? После партии со мной или до партии со мной, важный момент? 50 USD, я не знаю, сколько там до этого было, но... Нет, после партии со мной. Ну спасибо, ну спасибо. Или во время партии. Так, ну что, WoW Chats, от страха уже всё, не знаю, как уход сделать. А WoW прошлый с Крамником играл? Нет, он партию со мной доиграл, и потом у него... О, Шиманов, ёлки-палки! Ай, 20 секунд форы дал. Как правильно ходить лошадью или конём? Но если это серьёзный вопрос, то, конечно, что лошадью можно... Приветствуем, Александр Шиманова. Так, никто не говорит. Да, Блюбаум, Крамник Шиманов. Однако. Лозовик не стримит. Однако. Может, в закрытую пойти или... Ладно, не, давайте в коин-то стрим, наверное, попроще немножко. Так, ну может, то же самое, что Хикару попробует. Да, привет Александру Шиманову, я так понимаю, он тоже сейчас стримит. За него. Ну, давайте попробуем. Да, здесь попробуем вот такой остренький вариант. Фору по времени, конечно, ему было давать не совсем обязательно. Вариант Морозевича. Так, ну тут теория, кстати... Вариант Блюбаума, можно ещё сказать. Не супер гуд, помню. Ну ладно. Так, КС-3 пока. Я помню, что вроде же 3-2 как-то тут играют. КС-6 ещё, по-моему, этих вот не такой глупых, как кажется. Но именно А6, Б5. КС-4, чтобы не было Б5. Да, и тут... Ну дальше план хочу про 3-2, а 3-3. Тут, по-моему, уже как-то в С-6 не пойдёшь, и надо что-то не КС-6 ходить. Так, КС-6. Я уже сам забыл свой... Свой... Да, и Д5, С-4, на конь-Б4. Да, 1-0, его пользуются. Здесь, по-моему, конь-Б4, вот что-то такое. Мне кажется, это смотрится окей. Может быть, я уже что-то перепутал, вполне возможно. Ну какая-то... Мне кажется, я уже как минимум сбил с теорией. Если кС-6 пойти, так вообще не имеет смысл. Так, то с Александром я один раз сыграл в С-6 на вторнике. Чтобы заставить его победить. Мне удалось его победить. Ну так пойдём. Кстати, такое... И причём... А, ну и Кракан был. Красным, чёрным я тоже. Вообще интересно, как это получается. Дерби против левитов ЧС-канала, да? То есть сначала я играю с... Ну он, правда, пообещал, что... С Крамником, потом Шаманом две партии подряд. Логично. Так, ну ты как-то так попробуй. Так, здесь либо Дерби, либо даже Слоном, я думаю. Да, поэтому Слоном забирает. То есть если он уйдёт, тогда у нас... Но меняться на И-6 как будто не супер хочется. Но если он побьёт, тогда... Хотя можно. У нас слон С-8 идиотка не будет. Потому что я не вижу, куда Слона иначе девать. Давайте всё-таки побью. Ладья Е1 сыграю. Мне кажется, нормально. Ушаг дать. На И-6 висит. Король и все могут пойти. Если как-то король до 7, король и до 7, там по КНЕ5 попадает. Так, какие-то, кстати, лёгкие проблемки могут быть, но вроде пока контролируем всё. То есть если мне ещё буквально пару ходов, то мне точно будет поприятнее. Так, ну КНЕ5 в любом случае срабил. А КРМник срубил флаг ВОИЧС. Слишком заманчиво. Интересно. Можно КНЕ3 попытаться избавиться от этого коня. Ну вот у него С2 пешка проблемы. Ладья пока ещё не выходит. Ну стоя на того, я не уверен. Потому что шаг под ним с Слоном кончил. Ладья А3, Ладья Б3 есть неплохая идея. Я уже не поучу, кстати. Вот так я присмотрелся. Потому что по-другому Ладью не так понятно, как вы. Скорее всего точно игру эту можно выровнять. Но ещё есть Ладья Е2, КРОЛЬ Е1. Как-то фигура у него корява совсем. Тоже нормально. Что выбрать? Кстати, да, Паша, правильно говори. А вот так можно задавать без игры партии в призовых турнирах? Я, кстати, не уверен. Вполне возможно, что это против правил. Ладно, мне всё-таки Ладья А3, Ладья Б3 чуть больше нравится. Так, Ладья А3. Ну логика в этом ходе есть. Он хочет ввести Ладью. А потом может быть напрягать и коня, и пешку на Б7. Мы тоже должны Ладью в игру вводить. Так, по времени я на минуту просил. Кэшфору в 20 секунд был давать не обязательно. Скажем так. Да, но Жребьёвка прям радует. Всегда бы такие титульники. Просто Блюбаум, Крамник, Шуманов. Красиво. Красиво. Так, а какой Ладьё это, блин? Да, и наконец-то Беленький, мне это радует. У тебя не сильно мне это помогло. Давайте этой почему-то хочу. Не, ну как минимум я хуже не получил, как в предыдущих двух. Мне кажется, эта позиция-то не хуже у Белых. Там было этой, конечно, и вторую на Е8 стоит. Так, Ладья Б3, он пойдёт, понятное дело, А5. Может, самому опять пойти? Сиди в К6, какого-то сваливает, я могу, может, побить, и потом на Ладьёце 3 будет. С 5, мне кажется, не так хорошо, как А5. Приятный. Давай так пойду, с идеей Ладья Б3, там 5, у меня 4 какие-то есть, если у меня. Да, поэтому надо было опять, кажется, сыграть, чтобы не париться по поводу пешки Б7. Естественно, я на это забил, и сейчас буду страдать. Хотел я на него пожаловаться, но не буду. Ну, в смысле, что он подвисает. Стоит он в Леонус очень хорошо. Мне как-то не очень нравится, но пойти с Леонусом. Призадумались чёрное. Кстати, вообще, неплохая идея, коня перевести. Там, правда, слоя Д5, там 6, от связи, всегда. И везде, я могу так сыграю. Так, он играет сюда. Победу, во-первых, ходы не пишем, раз, во-вторых, не победа, пока, по крайней мере. Ладья Д6, я так понимаю. Ну и ладно. Давай, коня В3. Ну, сейчас, конечно, опасно. Пешка зависает, да, сюда. Может, Ладья Д3 сидит и коня А4, может, сразу коня А4. Ну, брат, я с вами, конечно, надо было 5-7, раз, когда я хотела изначально. Плюс Ладья Д3 хочу. Да, мне уже начинает, кстати, вообще моя позиция нравится. Просто понимание. Там ещё же с Б7, опять же, проблема. Понимание. Так, где маты какие-нибудь, шахи, что-нибудь вообще есть в этой позиции у меня? Так, так. С 5 просто идёт, и всё. Так, так, так. По времени почти сравнялись. Кстати, я не вижу прям какого-то хода за чёрным, чтобы у них всё комфортно было. То есть, у нас ещё вот эти слабости, а конь-нибудь на Б4 подвисает. Да, поэтому я и чёрные думаю так всерьёз. Не на шутку, а всерьёз. Так. Так. Видимо, чёрный вообще хода не видит, я так понимаю. Иначе бы столько они явно не думали. 7 секунд уже. А что это так? Завис, Александр. Так, Ладья Б3. Висит, хочу, конь-нибудь с 5. Так, шах. Не, ну это уже выиграно просто. Просто выиграно. Так, ладно, давай так попробуем. Так, забрал. Шах. Так, ладно, держи 7 как-то. Так, у них 5 же. Да ёп! Ну ладно, хотя бы спасибо за это, увы. Это я уже тельтануть успел, честно говоря. Ладно, боремся до конца. Ну это конечно. Да ну что я сделал? Так, главное сейчас блокпапа не повесить. Может не доиграться. Какой же идеотизм-то, а? Мата нету никакого, да? Да ну боже. Да ну что за бред-то? Ну как можно было в один ход так отдать просто бездарно? Как мата в эту игру ставить? Меня проглючило просто, что пешка на f5 не защищена. Уже выиграно просто. Пассивный. Ну что за бред-то вообще, а? Ладно, повезло немножко. Да боже. Нам было опять, конечно, пойти. Ну как можно опять не пойти? Да, ну просто плюс два оценка. И слон f6 тоже хорошо. Какой-нибудь d7, конечно, не туда, куда ты начал ползти. Здесь типа надо было побить, и потом король f6 и e5. Вот так вот, видимо. Здесь c5 еще как-то и оборолся. Плюс 5 оценка. На тоненького, конечно. На тоненького. Так тут мы выигрывали. Слон g5 на 17-ом ходу. Можно было, а что это аа короля отрезать? Чтобы на с1 не пошел. А, и ладей 3 тут мат. Такая идея мне в голову не пришла. Во-первых, это как бы на 1 секунде, извините меня. А, подождите, у меня 15 было. Поэтому не надо раньше времени морально сдаваться. Блин, я же себе просто выиграл парфюс. Ну я же продолжал ходы делать. Меня тут проглючило. Может быть, если бы у меня секунды не оставались бы, он бы и повнимательнее играл. А так он решил на секунду, чтобы не отдавить ему коня из-за этого. Так что в этом, на самом деле, есть некий момент, такая вот хитрость. Что когда у вас меньше времени сильно... Ну, это парфюс вполне мог выигрывать. Вполне мог выигрывать. Точнее, плохая позиция. Можно специально себя загнать в цвет нот, но если вы чувствуете, что вы там... Просто выигранная позиция. Ну, даже не считая вот этого мата, то есть, у меня просто лишняя позиция. Не хуже точно, а может, и лучше. Не, я потух, когда плохо стало, безусловно. Там, у меня уже, честно, это уже звучит вообще не так хорошо. Не особо считал их серьезными. Продолжение следует...